Демассия. Государство силы, доблести и справедливости. Укрывшись в стенах от магии, его воинственные жители создали место, в котором царят спокойствие и порядок, а в людях почитается прежде всего честность и исполнение долга. Как образовалась столь могущественная держава? Действительно ли её устройство является идеалом? И какие тайны сокрыты в этих белоснежных стенах? Вначале слово спонсору, а после попробуем разузнать. Мечтаешь сидеть дома, играть в компьютерные игры и при этом быть финансово независимым? Компания Goldberg поможет тебе воплотить эту мечту в реальность. Мы предоставляем обучение по фарму в популярных компьютерных играх, готовим качественные гайды и всегда готовы ответить на любые вопросы. Помимо этого мы помогаем продать игровые ценности по хорошему курсу и вывести деньги любым удобным для тебя способом. Работа в RMT-сфере – это полноценная работа с гибким графиком и стабильным доходом. Ты можешь работать в комфортных условиях, работать столько, сколько сам захочешь, и твоя зарплата зависит только от тебя самого. Получай опыт и знания от профессионалов, которые помогут тебе достигнуть финансовой независимости. Воплоти мечту миллионов людей, сделай свое хобби любимой работой, и ты не пожалеешь. История образования Демассии связана с руническими войнами. Сильнейшие маги развязали страшную войну, в которой люди, не наделенные какими-либо способностями, быстро погибали. Многочисленные беженцы пытались скрыться от всех ужасов на западе Валорана, однако и там столкнулись с неприятелем – культом темных магов. Потерявшие надежду путники укрылись в окаменелых лесах. Оказалось, что камень, из которого состоят эти самые деревья, обладает свойствами поглощения магии. Это и стало отправной точкой образования государства. Шло время, беженцы становились все больше, и территории заполнялись, но окаменелые леса не были безграничными, а народ, проживающий в этих краях, не мог дать отпор противнику в случае нападения. Тогда люди возвели белоснежные стены, обладающие свойством поглощения магии, в состав которых входили каменные деревья. Одними из ключевых персонажей в период зарождения Демассии стали две сестры – Кейл и Моргана, которых прозвали Крылатыми Защитницами. И еще детьми они вместе с отцом бежали с горы Таргон. В это время их мать стала вместилищем для сущности правосудия. После рунических войн они оказались в Демассии, где получили клинок матери и пробудили в себе небесные силы, став новыми сущностями правосудия и по совместительству защитницами нового государства. Однако со временем появились различия во взглядах, и между сестрами постепенно образовывалась пропасть. Началось все с битвы при Зефире. Защищая вдвоем крепость, Моргана оставила Кейл одну, чтобы ликвидировать угрозу предателей внутри самой крепости. Но сестра не поняла ее намерения и подумала, что Моргана специально оставила ее одну в сражении. После данного случая Кейл относилась к своей сестре с недоверием и осторожностью, а поэтому, чтобы защищать народ и осуществлять правосудие, она основала Орден Вершителей. Чаще всего взгляды Кейла и ее последователи были чересчур радикальными и жесткими, что приводило к рьяному преследованию виновных. Моргана была более милосердна, поэтому под ее влиянием некоторые приговоры смягчались, что вызывало недовольство у сестры и ее участников. Вершиной конфликта стала попытка Ронанса, одного из самых верных последователей Кейл, пленить Моргану за ее поступки в Высоком Сильвермире. За это крылатая защитница убила Вершителя, но Кейл расценила это как предательство и сожгла весь город, чтобы очистить его от всех грехов. Разразилась очередная жестокая битва между сестрами, которая охватила Демасси и унесла огромное количество жизней. Остановить противостояние смог только крик смертельно раненого отца-сестер. Только после его гибели они осознали все произошедшее и прекратили войну. Кейл поселилась на горе Таргон и стала истинной сущностью, а Моргана осталась во внешних землях Демассии. Две сестры стали началом зарождения религиозных течений в государстве. Помимо широко почитаемых во всей Рунтере Вечных Охотников Киндрат, в Демассии отводится большое внимание крылатой защитницы Кейл, покровительницы законов и справедливости. Воины в ее храмах молятся о победе и благословении в бою, в то время как на окраинах, где и поселилась Моргана, существует культ госпожи Вуали. За ее поступки она стала изгнанницей в государстве чести. Однако некоторые жители Демассии разделяют ее взгляды на сострадание падшим и возводят святилища, статуи и многие другие монументы в ее честь. Несмотря на то, что столь кровопролитный конфликт подошел к концу, тяжелые времена для Демассии были еще впереди. Жители, как уже говорилось ранее, не могли достойно оказывать сопротивление неприятелям за пределами петрицитовых стен. Армия хоть и была обучена, но нуждалась в дополнительной обороне, поэтому в поисках более совершенной защиты от врагов правители Демассии обратились к Дюрану, величайшему ремесленнику и скульптору того времени, с просьбой создать некий щит для армии. Через несколько лет мастер представил свое великое творение, Галлио, огромную крылатую скульптуру из петрицита. Она четко отражала идеологию Демассийцев, честность и справедливость. Все ее детали будто утонченные пластины, без каких-либо острых краев и шипов, которые могли бы в нужный момент переменить исход битвы. Даже крылья зачастую играли роль защитных экранов, так как были загнуты вперед. Галлио буквально кричал всем своим видом, Демассийц не будет блуждать окольными путями, он смело, прямолинейно пойдет на противника и достойно победит без уловок и обмана. Однако переместить статую в город было чрезвычайно трудно. После первого же испытания Галлио неожиданно ожил, и в дальнейшем его стали использовать по необходимости. А в последующие годы ученики Дюрана создали еще несколько петрицитовых колоссов для защиты страны. Положение Демассийц с одной стороны очень удачное, до жителей не доходит обжигающий холод фрильорда, а лес обеспечивает дополнительную защиту. Однако с другой стороны на государство с севера совершают набеги фрильорские племена, и границы Демассии плавно сливаются с территории Ноксуса, которая так же как и страна чести, в нынешнее время является основной державой в Валоране. Между ними постоянно происходили конфликты, как за центральные, так и за южные земли. Однако Демассия чаще всего занимала оборонительную позицию и не склонялась к экспансионизму. Нокс уже не мог сказать того же. Более века назад его экспансия достигла территории Демассии, и развязалась война, закончившаяся победой прямолинейных и справедливых воинов. После решения внешнего конфликта разгорелся еще более сильный, только уже внутри страны. Идеология Демассии построена на неприятии магии, но иногда случалось, что раздались люди со способностями к ней. Однако они не могли правильно распоряжаться ею по причине отсутствия наставников. Ее бесконтрольные, сильные и мощные проявления вызывали у других страх и ненависть. Поиском исцеления от магического недуга занимался Орден Охотников на магов. В нем состоял тот самый Сайлос, который возможно известен некоторым из вас. Маг по происхождению, который обладал даром чувствовать волшебство в других. В Демассии образовалась монархическая система правления, и выделились различные классы общества. Сайлос не понимал, как справедливое государство, всегда борящееся за правосудие, закрывало глаза на неприкосновенные способности высокорожденных к магии, и даже ее практики в высших кругах, в то время как простолюдины, на которых падало хоть малейшее подозрение, подвергались пыткам и мучениям. В один из походов на магов, Сайлос по ошибке применил магическую силу к сослуживцам, и убил их. Тогда он отправился в бега, и быстро получил среди жителей дурную славу. Его считали одним из самых опасных магов Демассии. Однако охотникам все равно удалось поймать его, и его садить на пожизненное заключение в самую глубокую и защищенную темницу, находящуюся в крепости магов. А руки его заковали специальными цепями, дабы он больше не мог колдовать. Спустя 15 лет молодая послушница Ордена Просветителей Люксанна стала навещать его. Между ними образовалась особая, непонятная другим связь. Сайлос научил ее лучше контролировать магические способности, а девушка взамен рассказала обо всех изменениях, которые происходят сверху. Жизнь неволи сильно повлияла на Сайлоса, озлобила его, но не сломала. В его голове зрел план восстания. Судя по информации от Люкс, он понимал, что момент настал. В итоге маг использовал наивную и напуганную своими способностями девушку, чтобы получить сведения о свойствах петрицита. Семья Люксанны, краунгарды, узнали о связи между ними и повлияли на изменение условий приговора заключенного. Теперь ему грозила смертная казнь. В день исполнения приговора девушка взмолилась о пощаде для ее друга, но палач остался непреклонен. Однако в этот момент Сайлос смог прикоснуться к Люкскандалами и похитить ее силу света. Так он пробил путь к свободе, убив всех на своем пути, кроме напуганной Люксанны. Ощутив свое могущество, Сайлос воодушевился и стал собирать вокруг себя сторонников. Магов и других угнетенных жителей Демассии, недовольных сложившимся порядком. В котором аристократы обладали неприкосновенностью и могли делать все, что захотят. Все эти события показали существование глубокого общественного кризиса. Результатом всего произошедшего стал городской бунт, во время которого был убит Джарван III, но силами гвардии мятеж был подавлен. После побега Сайлоса по Демассии прокатилась волна восстаний, как против магоненавистников, так и несправедливых арестов тех, кого подозревали в связи с магией. Как было сказано ранее, в государстве присутствует слой аристократии, который состоит из нескольких благородных домов. Бювель, Краунгард, Лоран, Спиритмайт и другие. В них часто появлялись действительно сильные духом люди. Например, Гаран. Он родился в благородной семье Краунгардов и с ранних лет знал, что ему предстоит защищать трон Демассии. Его родственники пользовались расположением Джарвана III. Дядя Гарана и Люкс был демассийским рыцарем-рейнджером и часто рассказывал им, как он доблестно защищал королевство от опасностей, таившихся у его границ. Однажды он предостерег их о том, что в один прекрасный день спокойной жизни в королевстве придет конец, и виной тому станут коварные колдуны, твари из бездны, а может и что-то пострашнее. Опасения дяди оказались не напрасны, он погиб на службе от руки колдуна. Гарану тогда было всего 10 лет. Увидев боль своих родных и страх в глазах маленькой сестренки, мальчик понял, что магия несет в себе самую большую угрозу для Демассии, и поклялся оберегать родной край от этого зла. Он поверил в то, что лишь верность демассийским идеалам и непоколебимая уверенность смогут защитить королевство. Когда ему исполнилось 12, он оставил родной дом в высоком в Сильвермире и ушел в армию. Начиная с оруженосца, он в будущем достиг небывалых успехов, заслужив место на главной линии обороны. Гаран день и ночь тренировался и постигал военное дело, превращая свое тело и разум в оружие, такое же крепкое и надежное, как знаменитая демассийская сталь. Так тяжелым трудом он снискал славу грозного бойца. К 18 годам он успел поучаствовать в походах к границам Фрильорда, изгнать фанатиков из тихого леса и отличиться при защите Белого Камня. Сам король Джарван III пригласил батальон Гарана в столицу Демассии, чтобы поблагодарить воинов за верную службу. Гаран и по сей день стоит на страже своей родины и всегда готов дать отпор врагам. Его называют не только самым могучим и отважным воином Демассии, но и живым воплощением самых благородных идеалов королевства. Еще одним знаменитым героем является Фиора из благородного дома Лоранов. Ее судьбой было заключить очередной династический брак, однако девушка обладала жестким характером и часто шла наперекор родителям. Ее с самого детства очаровало фехтование, куклы лучших демассийских мастеров она отдавала служанкам, а сама брала рапиру брата и заставляла тайно ее обучать фехтованию. Отец покупал манекены, чтобы у дочери был лучший гардероб, но Фиора оттачивала на них выпад и парирование. Однако все же было принято решение выдать девушку за представителя рода краунгардов. В день церемонии Фиора публично перед самим Джарваном III вышла и объявила, что лучше умрет, чем выйдет замуж. Ожидаемо развязался конфликт, который привел к предложению сразиться в поединке. Юная фехтовальщица согласилась, но участвовать в дуэли должен был ее отец Себастьян. Понимая, что не одержав победу, репутация Лоранов будет уничтожена, а Фиору с позором изгонят из королевства, он попытался подмешать противнику зелье, которое должно было ослабить его в поединке. Однако Себастьяна поймали с поличным и арестовали, так как был нарушен главный закон чести. Следствием этого стала казнь. Перед этим Фиора навестила отца в темнице, но о чем был разговор, известно только им двоим. В день осуществления приговора девушка подошла к Джарвану III, она намеревалась в поединке забрать у отца звание главы рода и исполнить приговор. Дуэль Себастьяна и Фиора была ослепительно быстрой. Отец Фиоры по праву считался выдающимся фехтовальщиком, но все же он уступал дочери. Звон лезвий сливался в одно долгое проща, и в конце концов девушка со слезами на глазах пронзила сердце отца. На сегодняшний день Фиора со всей ответственностью исполняет обязанности главы рода, также она повлияла на повышение уровня фехтования по всей стране. Впрочем, в Димасии рождается гораздо больше талантливых людей, чем может показаться на первый взгляд. К примеру, одним из таких виртуозных талантов является персонаж по имени Сона. Девушка не помнит своих настоящих родителей. Ее обнаружили на пороге Ионийского приюта. Маленькое дитя лежало на изысканном футляре, в котором находился древний загадочный инструмент неизвестного происхождения. Поначалу девочка радовала работников приюта своим поведением. Она была необычайно послушным, всегда тихим и спокойным ребенком. Все были убеждены, что скоро прекрасное создание отправится в любящую семью. Однако через некоторое время выяснилось, что ее чудесное поведение отнюдь не следствие чрезвычайной одаренности. Сона попросту была немой. Шло время, девочка росла и стала уже подростком, все так же безмолвно наблюдая, как другие дети покидают приют с новыми родителями. Работники приюта решили продать таинственный инструмент, чтобы в будущем, когда Соне придется покинуть приют, у нее были средства к существованию. Но это оказалось непростой задачей. Каждый раз, когда очередной богатый коллекционер покупал инструмент, тот неизменно возвращался обратно в сиротский дом. Иногда даже инструмент привозили обратно с сами покупателей, а иногда его просто обнаруживали на пороге детского дома, как много лет назад. Однажды эта история дошла до состоятельной демосийки Листары Бюббель. Она тотчас же отправилась в Ионию, чтобы своими глазами посмотреть на эту умолчаливую девочку с волшебным музыкальным инструментом. В приюте показали эту злочастную вещь, которую они так упорно пытались продать. Листара мельком взглянула на инструмент и сразу же направилась в комнату Соны. Она без раздумий удочерила ее и оставила приюту щедрое пожертвование за то, что тот сохранил ей инструмент. Листара стала настоящим наставником и другом для Соны. С ее помощью девушка смогла открыть волшебную связь между Этвалем. Так Бюбель назвала загадочные инструменты и собственной душой. Спустя время музыка Соны приобрела чудесное свойство. Она могла успокоить или наоборот взволновать души и сердца других людей. За несколько месяцев виртуоз струн стала звездой, собиравшей полные залы. Сона никогда не играла по нотам, ее мелодия чистая импровизация. Во время игры она будто касается не струны, а нити души, контролируя чувства слушателей. Однако была и темная сторона ее мастерства. Оказалось, что девушка может использовать Этваль в качестве смертоносного оружия. При особой игре инструмент мог рассекать предметы, находящиеся на расстоянии. Сона оттачивала свое темное искусство в одиночестве на случай, если однажды ей придется воспользоваться своим талантом для исполнения смертоносной симфонии. Из этих историй мы можем сделать вывод, что Демасия рождает стойких и сильных духом людей. Они высоко ценят понятие чести и справедливости. Современные демасийцы провозглашают себя моральным авангардом Валорана, символом нравственности и единства. Честность намерений и непоколебимая доблесть отражается даже в облике государства. Белые оттенки призваны подчеркнуть чистоту общества. Внешние украшения элегантны, но в то же время просты. Внутри домов богатых жителей часто присутствуют скульптуры, которые буквально сливаются со всем интерьером, а сами здания высоки и словно устремляются к небу. Сами демасийцы носят вещи белых, синих и золотых оттенков. Это национальные цвета страны. Кстати, во многих культурах именно они ассоциируются с чистотой, как физической тракой нравственной. Отдельного внимания достойна демасийская сталь, обладающая антимагическими свойствами. Из нее делают доспехи и оружие. Этот сплав высоко ценится по всей Рунтере. Несмотря на то, что Демасия одна из сильнейших держав, недоверие ко всем живущим за ее пределами растет. В этой напряженной обстановке многие из тех, кому Демасия раньше покровительствовала, начали искать других союзников. Стали поговаривать, что золотой век Демасии миновал, и если страна не сумеет приспособиться к изменениям, а многим кажется, что ее жители на это не способны, закат ее неизбежен. Сможет ли это могущественное королевство сделать шаг навстречу новому времени и продолжить служить своему народу, или же оно конец забвения, не выдержав натиска прогресса? Всего Петрицита в мире не хватит, чтобы защитить Демасию от самой себя. Хотя выход в World of Runeterra все еще остается под большим вопросом, не вызывает сомнений, что Демасия будет играть ключевую роль в будущем проекте, ведь ей предстоит принять участие во множестве войн, как внутренних, так и внешних. Ведущая беспощадную бойню внутри против магов и тяжелую войну против Ноксуса на своих границах, эта держава определенно заслуживает того, чтобы ее герои сыграли важное место в рассказе действующей истории. Сложно сказать, сможем ли мы принять одну из сторон конфликта, но если да, ее выбор для многих после ознакомления с этим материалом может быть очевиден. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность и до очень скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok